О признании политических реалий в Крыму говорят не только европейские политики. Кандидат на пост американского президента от республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC сегодня вновь заявил, народ полуострова сделал свой выбор. Он предпочел быть с Россией, а не там, где был. И Соединенные Штаты должны это учитывать. Подобная позиция вызывает резкую критику со стороны соперницы Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон. На этой неделе съезд Демократической партии утвердил ее официальным кандидатом на высший государственный пост. Форум Филадельфии показал у Демпартии большие проблемы с партийным единством. О внутренних распрях, мифических хакерах и реальных трудностях предвыборной кампании. Репортаж Жанна Галаквей. Никто не ожидал, что акции протеста в Филадельфии примут такой размах. На третий день съезда Демократической партии полиция была вынуждена расширить периметр безопасности на несколько кварталов и даже нарастить металлический забор. Но ни заборы, ни электрошокеры, ни аресты не остудили страстей. Тысячи людей поднимаются. Ответственно заявляю, мы хотим, чтобы Хиллари была арестована. Этот скандал может иметь масштабы Уотергейтска, разразившегося в предвыборную кампанию 72-го и приведшего к отставке президента Никсона. Лидер демократов Дэви Вассерман Шульц уже сложила полномочия. Известный своими разоблачениями сайт Wikileaks опубликовал перед самым открытием съезда почти 20 тысяч электронных писем, которыми обменивалось руководство Демпартии во время праймерис. Оказалось, партия помогала и Хиллари Клинтон, а Берни Сандерсу мешала. Ему ставили в минус даже то, что он из польских евреев. Несмотря на то, что по опросам шансы обоих были почти равны, Сандерс проиграл с заметным отрывом. Я понимаю, что многие здесь, на съезде и в стране разочарованы результатами голосования. Честно говоря, я разочарован больше всех. Но я думаю, что мы все равно должны гордиться тем, чего достигли. Сенат-революционер не стал протестовать и даже комментировать случившееся. Во взломе партийных серверов обвинили русских хакеров. Якобы таким образом Москва пытается помочь Дональду Трампу. Обвинение опровергли и в штабе республиканцев, и в Кремле. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж счел нужным прокомментировать. Этому нет вообще никаких доказательств. Мы не раскрываем наш источник. И, конечно, это отвлекающий маневр, который использует избирательная компания Хиллари Клинтон. Самое важное в этой истории заключается в содержании электронных посланий. А они демонстрируют наличие тайного сговора. Но о сути разоблачений с трибуны не говорили. Активным сторонникам Сандерса в выступлении отказали. Многие в знак протеста покинули зал, другие демонстративно заклеили себе рты. Обсуждали, какая заботливая и чуткая Хиллари Клинтон, как человек и политик. Барак Обама заявил, что Клинтон будет лучшим президентом, чем ее муж. И даже чем он сам. Мэрил Стрип в платье цветов американского флага могла бы обойтись без слов. Едва справлялась с эмоциями и 102-летняя избирательница из Аризоны. Она родилась еще до того, как женщины в Америке получили право голосовать. И вот снова стала свидетельцей исторического события. Впервые у женщин в США реальный шанс занять главный пост. Делегаты пели, танцевали, делились с сокровенным, с трудом сдерживали слезы. И временами съезд был похож на сеанс коллективной психотерапии. Как и миллионы американцев, я страдаю психическим расстройством. Добрый вечер. Меня зовут Марти Уолш. Я алкоголик. Я выступающая за свободный выбор феминистка, пережившая сексуальное насилие и имеющая хроническое заболевание репродуктивной системы. А в это время Дональд Трамп, который уже отправился с агитацией по стране, подливал масло в огонь. Россия, если ты слышишь, может ты найдешь 30 тысяч пропавших электронных писем. Американские СМИ были бы тебе очень признательны. Трамп имел в виду письма с личного сервера Хиллари Клинтон, который, вопреки инструкциям, она использовала, будучи госсекретарем. Они исчезли, когда ФБР начала расследование. Журналисты продолжали острые темы. Скажите, а вы признаете Крым российским? Мы подумаем об этом, подумаем. Трамп скорее отмахнулся от вопроса, чем действительно ответил на него. Но политологи принялись всерьез интерпретировать его ответ. А в Филадельфии к трибуне уже выходили военные, отставные главы спецслужб. Лейтмотивом звучало – лучшего главнокомандующего, чем Хиллари, не сыскать. Стремясь изобразить Трампа как угрозу для национальной безопасности, демократы заняли резко антироссийскую позицию. Будто поменялись с республиканцами местами. Это должно беспокоить каждого американца. Я знаю, что случается, когда вы даете русским зеленый свет. Бывший госсекретарь Мадлен Олбридт, впрочем, всегда агрессивно настроенная в отношении России, не случайно надела свою самую воинственную брошь, усыпанный стразами, американский орел. Кто бы мог подумать, не гигантский государственный долг в 20 триллионов долларов или 60 тысяч на каждого американца, включая младенцев, и не социальное, и расовое неравенство, а именно Россия станет одной из главных тем на этом съезде. Дамы и господа, моя мама, мой герой и будущая президент Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Она вышла вся в белом и несколько минут купалась в овациях. Поблагодарила Берни Сандерса, который сидел с каменным лицом. В зале были слышны протесты. Кто-то поднял плакат с надписью «Викиликс», напоминая скандали. Но на ее лице не дрогнул ни мускул. Для победы на ноябрьских выборах ей недостаточно только своих голосов. Она взяла на себя роль объединителя. Я буду президентом для демократов, республиканцев, независимых. Для тех, кто борется, стремится и достигает. Тех, кто голосует за меня и кто против. Для всех американцев. Имя своего противника Клинтон произнесла не меньше 20 раз. Дональд Трамп не способен выдержать даже нагрузки предвыборной кампании. Он теряет контроль и скатывается в провокации. Представьте его в овальном кабинете перед лицом настоящего кризиса. Человек, который огрызается на сообщения в Твиттере, не тот, кому можно доверить ядерное оружие. Россию Клинтон упомянула лишь однажды. Я горжусь тем, что поддерживаю наших союзников по НАТО в борьбе с любыми угрозами, с которыми они сталкиваются, в том числе со стороны России. Это была главная речь в ее политической карьере. Она ляжет потом в основу президентской программы, если Хиллари победит. Газеты съязвили. Она брала по 200 тысяч долларов за одно появление перед воротелами с Уолл-стрит. И вот, наконец, выступила бесплатно. Но самые надежные слушатели подвели. Билла Клинтона не решились разбудить ни кандидат в вице-президенты, ни дочь. По замыслу в финале должны были поднять разноцветные щиты, чтобы получилась надпись. Но слаженности и единства у делегатов не хватило. Так что что хотели этим сказать, осталось неясно. И тут разразился новый скандал. Оказалось, хакеры проникли в компьютеры избирательного штаба Клинтон. Это значит, подробности политического закулисья, финансовые документы, неудобные частные разговоры – все теперь может стать достоянием гласности. Джулиан Ассанж уже обещал новое разоблачение. Сто дней, которые остались до объявления результатов выборов, обещают быть очень интересными. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Дмитрий Малышев, Первый канал, США.